Качество обслуживания пациентов в ФАПе и городской больнице не должно отличаться. Таково неизменное требование главы государства. В Дятловском районе уже отремонтированы все ФАПы и амбулатории. Завершается модернизация и центральной районной больницы. В каких условиях работают обновленные учреждения? Репортаж Юрия Корниловича. Я вам рекомендую гипотензивное средство. То, что вы пьете, допустим, рамелон. Пенсионерка Анна Буткевич в местный ФАП приходит часто. Признается, здоровье уже не то, есть проблемы с сердцем, поэтому практически ежедневно требуется консультация медика. Благо фельдшерско-кушерский пункт всего в нескольких метрах от дома. Мы раньше сюда придем, чем поедем в поликлинику, потому что рядом, потому что на месте. И потому что здесь работает человек, знающий свое дело. ФАП в агрогородке Жуковщина работает уже более 20 лет. Недавно здесь провели капитальный ремонт, обновили оборудование. Помощь в модернизации оказала местная власть. Оснащение и шаговую доступность медпомощи сельчане сразу оценили. Как и возможность попасть на прием к узким специалистам. У нас каждый вторник выезжают специалисты разного уровня. Это и кардиолог, это и гинеколог, это и эндокринолог. Делают ЭКГ, забор крови производится. Если кто-то не может доехать, их выделяется специальный транспорт и транспортом сюда доставляют. С утра много людей на прием и в Вензавецком фельдшерско-акушерском пункте. Раньше учреждение ютилось в одном кабинете в Доме культуры. Сегодня в распоряжении сельских медиков отдельное здание. Капитально отремонтировать его помогли районные власти. За последнее время отремонтированный Вензавецкий фаб. К слову, он отремонтирован так называемым хосспособом на ремонтные работы и на приобретение материала затрашена порядка 7 тысяч рублей. Также отремонтирован культурский фаб. Фельдшер Валентина Лебятская в медицине уже полвека. Работы на селе признается немало, но комфортные условия и оснащенность Вензавецкого фаба помогают оказывать пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Увачи оказываем, ультразвуковая терапия, электротерапия, потом искра. Необходимые все электрофорезы у нас имеются. Люди приходят, конечно, с удовольствием. Наряду с фабами в Дятловском районе развивают и сельские амбулатории. В Паречской, к примеру, трудится целый штат медработников. Обслуживают до тысячи человек. Сельская амбулатория – это как поликлиника в миниатюре. Здесь можно не только измерить температуру и давление, но и пройти диспансеризацию, сдать анализы и даже попасть на прием к врачу-стоматологу. Работают медики в первую очередь на предупреждение заболеваний. Знают о состоянии здоровья практически каждого своего пациента. А это жителей более двух десятков деревень. Основная помощь, которую мы оказываем нашим пациентам, это, естественно, оздоровительные лечебные мероприятия и реабилитационные. Сейчас особое внимание оказывается – это диспансеризация. В Дятловском районе средства на поддержание материально-технической базы медучреждений из бюджета выделяют ежегодно. Недавно завершили модернизацию центральной больницы. Следующий этап – приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Параллельно в тандеме с медиками проводят ремонтные работы и переоснащение ФАПов и амбулатории. Устранить все недостатки в медучреждениях необходимо до 1 января. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.